Приветствую вас. Историю, которую вы написали, я прочитал, она полна боли, полна переживаний, страданий, пожертвований, мук, душевных метаний. И, знаете, я не буду вас, наверное, никак оценивать и оценивать то, что вы делали. Я постараюсь ответить на ваш вопрос, который вы задали, так как уверен, что вы пришли именно за ответом на него. Почему мужчина отвечает, ой, прошу прощения, опускает руки и, значит, каждый раз и, по сути, уходит от проблем. Почему? Потому что он, как бы, смирился с тем, что вы на расстоянии, что вы находитесь далеко от него, что вы там, он здесь, и у него куча своих проблем. И с вами вроде бы хорошо, с вами есть какая-то отдушина, с вами есть какие-то чувства, но при этом мужчине эти чувства кажутся абстрактными, несерьезными, нереальными. И, да, он действительно верил в то, что когда ребенок родится, он и его бывшая женщина пойдут разными путями. Но когда это случилось, мужчина понял, что ребенка, видимо, своего он любит, все его средства уходят на задержание ребенка и бывшей подруги, и он понял, что он привязан к тому обществу, где он сейчас живет. И вы, вы ему, конечно, нужны, вы, конечно же, нойны ему, он действительно испытывает к вам самые нежные чувства. Вот только он готов испытывать эти самые нежные чувства к вам именно так, на расстоянии. Ведь у него там все есть. И вы об этом сами сказали. У него есть друзья, у него есть его ребенок и так далее. У него есть четкие цели. И он живет для них, для этих людей. В своем кругу. То есть его жизнь, по сути, полностью налажена, полностью устоялась. И потому, все, что касается вас, он воспринимает несколько болезненно, потому что нужно предпринимать еще усилия. Еще усилия для того, чтобы еще и с вами у него что-то получилось. А для него это, видимо, слишком тяжело. И, конечно, вас можно понять, но объективно мужчина не захочет разрываться еще на одну часть, на вас. Если за столько времени мужчина позволял себе быть вашим отношением в форме дисфункционной, то вряд ли сейчас что-то изменится, вряд ли он захочет соединять с вами свою жизнь. Хотя бы потому, что для него это означает еще ответственность, для него это означает еще расходы, для него это означает еще нагрузка. А он к этому явно не готов. И здесь уже мы отвечаем на ваш следующий вопрос. Как вам быть? Вы знаете, вы пишете довольно-таки определенно, что вы остались одна, что у вас нет друзей, вы далеко от родителей, что у вас ничего нет, и вы полностью погружаетесь в чувство своего любимого человека, полностью как бы живете его жизнью, его эмоциями и так далее. И связано это с тем, вот такое отношение, связано с тем, что у вас больше никого нет. А вы чувствуете потребность к чему-то принадлежать, кому-то принадлежать. Вы отчаянно хотите быть нужным, вы отчаянно хотите быть желанным, вы отчаянно хотите быть востребованным и любимым. Из-за этого желания, из-за этой потребности энергия, которая составляет реализацию этой потребности, выражается только в одной форме. И эта форма именно отношения с этим мужчиной на расстоянии. Что происходит? Происходит следующее, что у вас по сравнению с мужчиной устраняются личные границы. То есть вы полностью начинаете жить им, потому что у вас ничего нет в реальной жизни, как вы говорите. Соответственно, из-за этого вы убегаете от внешнего мира в мир вашего мужчины. И живете там. И хотите быть именно там. Правда в том, что обстоятельства так сложились, что мужчина искренне веря в то, что у вас что-то получится, сейчас не имеет возможности быть с вами. И так может продолжаться очень долго. Потому что если раньше мужчина вам говорила, что вы будете вместе, когда родится ребенок, теперь вероятно он вам говорит, что вы либо будете вместе, когда ребенок подрастет, либо что вообще на неопределенный срок все это откладывается. И возникает вопрос, чего вы ждете? Время идет. Чего вы ждете? И ответ на этот вопрос заключается в том, что вам просто нечем больше, как бы не нужно больше приложить в свою энергию. Некуда больше ездить, потому что у вас в реальном мире ничего нет. И вот этот вопрос и нужно решать. Для начала следует понять так. Мужчина, любой мужчина не любит, не ценит, когда женщина полностью в нем растворяется. У любого человека есть свои личные границы, личные рамки и личное пространство, которое принадлежит лишь только полностью ему, этому человеку. И если этот человек эти границы ради другого ломает, то и тот делает так же. В вашем случае ничего подобного не произошло, у мужчины свои личные границы остались, у вас нет. Что произошло? Произошло подчинение вас мужчине. Осознанно, неосознанно, но подчинение. И мужчина не боится теперь, что вы его бросите. Мужчина не боится, что он вас потеряет, потому что за столько времени он привык, что вы все время его ждете. Он привык, что вы все время рядом с ним. И он лишь задним числом понимает, что вам в общем-то тяжело, что вам в общем-то плохо, что вы мучаетесь, что вы страдаете. Но у него есть привычное на это же оправдание, что он ничего не может сделать. И он действительно ничего не может сделать. Но если он ничего не может сделать, если он не предпринимает никаких поступков для того, чтобы быть с вами, чтобы сделать вас счастливой, то вам необходимо предпринять самостоятельно поступки для того, чтобы быть счастливой. Я здесь не говорю, что мужчина обязательно вас обманывает. Или он кормит вас обещаниями и их не выполняет. То, что произошло, может быть и до вполне естественно, и случилось по злому уроку и прочее. Оценивать с точки зрения умысла данную ситуацию не стоит. Но вам необходимо брать свою жизнь в свои руки и сказать своему мужчине четко, так, дорогой, уже очень много времени прошло с того момента, как мы с тобой встречаемся. Я тебя люблю, знаю, что ты любишь меня. Но этой любви, одной любви, одних чувств мал, нужно реальное ощущение, что я желанна. Реальное ощущение, что я любима, я хочу чувствовать себя женщиной. Ты мне этого не даешь. У тебя свои проблемы, я понимаю, но я не вижу никаких подвижек для того, чтобы мы были вместе. Я не вижу цели, я не вижу смысла, ради чего я все это терплю, ради чего я тебя жду и жду ли я тебя вообще. Потому что я тебя жду, а ты такое впечатление, что просто живешь и видишь меня как часть в своей жизни. Но я такой часть в твоей жизни быть не хочу. И если ты не можешь дать мне почувствовать себя женщиной, то я буду принимать поступки сама для того, чтобы почувствовать себя женщиной. Понимаете, а вам нужно дать мужчине понять, что вы не будете вечно быть в ожидании. Вам нужно показать мужчине, что ваши интересы для вас тоже важны. Вам нужно установить личные рамки, которые бы показали мужчине, что у вас есть собственные интересы и вы эти интересы будете расширяться. Вы сделали достаточно для этих отношений, вы ждали достаточно долго, но ваше терпение не бесконечное и жизнь идет. И потребности тоже дают о себе знать. Мужчина реально увидит, что он может вас потерять. И тогда, если у него остались чувства, если они у него есть, это его пробудет. Это откроет ему глаза на реальную ситуацию и он увидит, что действительно вы можете исчезнуть из его жизни. А это произойдет очень легко, потому что если вы встретите другого мужчину, который будет с вами рядом и который даст вам все. Ласку, любовь, заботу, тепло, вы очень быстро этого мужчину забудете. Хотя бы потому, что отношения на настоянии это всегда образ, образ отношений. А реальные отношения дают вам совершенно качественно новый, качественно иной уровень ощущений. И на основе их, этих ощущений, то, что у вас есть сейчас, окажется вам настолько серым, настолько бедным по интенсивности, по краскам, что вы даже возвращаться к этому не захотите. И вот в вашем случае нужно действовать именно так. Показать человеку, что он может вас потерять и стараться действовать из своих интересов. Ваша ситуация осложняется тем, что вы одна. Собственно говоря, условия сами намекают на то, что вы достаточно склонны к тому, чтобы зависеть от мужчины. Особенно если он ваш родной человек. Но понимание того, что данный путь ведет в никуда. Понимание того, что ваша жизнь, так само образом, рискует пройти впустую. По сути дела, поиск стимулов для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. И понимание того, что кроме вас никто эти изменения не принесет. Только вы это сделаете. Потому что мужчина, он не заинтересован что-либо, не за меня. Понимание того, что только вы хозяйка своей жизни. Поиск новых стимулов для изменения ее. И акцентирование внимания на задачах, которые вам нужно выполнить для того, чтобы обрести контроль на своей жизни. И даст вам исполнение двух целей. Первое, это показать мужчине свою самостоятельность, свою независимость. И сподвигнуть его на возможные поступки в отношении вас. И пусть, пусть, для начала, этот стимул будет именно относящийся к мужчине. То есть, чтобы дать ему понять, что вы не собираетесь его ждать. Чтобы напугать его. Чтобы он изомнился в том, что вы вечно будете его ожидать. А дальше, дальше вы не заметите сами, как вам понравится делать что-то для себя. Понравится ли щирять свое сознание, свой кругозор, свою сферу жизни. Вам понравится ощущать реальную связь с людьми, а не образную. Вам понравится реальное мужское внимание. Вам понравятся реальные встречи. Вам понравится реальное общение. И вы ощутите вкус в настоящей жизни. И тогда у вас наступит продвижение. То, что вы описываете, похоже на ловушку обстоятельств и отношения к вам, и по отношению к мужчине. Про ловушку в отношении мужчины, мне кажется, сказано было достаточно и с вашей стороны, и с моей. А вот так, показая ловушку, с вашей стороны, нужно кое-что дополнить и сказать. Что если бы вы не были одна, если бы у вас рядом были бы друзья, родители и прочие близкие вам люди, то вы, скорее всего, не пережили бы так этими отношениями. Почему? Потому что для вас этот мужчина стал, по сути дела, окном в другую жизнь, окном бега от одиночества. Но он в итоге вас не спасает. Это как, не достигая своей цели. Вам кажется, что вы вроде бы бежите от одиночества с ним, но в итоге вы не двигаетесь с места. И тогда вы понимаете, что, как бы, средство, которое вы выбрали для своей цели, не оправдывает себя. Не, а иногда пробовать другое. Вот и попробуйте другое. Хотя бы для того, чтобы проверить оптимальность истинных средств. Во-первых, и будет видно, как обстоят дела. Действительно. Если имеется у вас, если предположить, что вы зависимы от мужчины, ну, любовно зависимы, то ситуация, в которой вы оказались, так же это провоцирует. Она так же создает благоприятные условия для того, чтобы вы зависели только от одного человека. У вас никого нет. Вы думаете, что мужчина единственный, кто вас ценит, кто вас любит. И больше на вас никто не обращает внимания. Вот эту ситуацию нужно исправить. Просто хотя бы для того, чтобы сравнить. Сравнить отношения разных людей. А дальше, дальше вы сами, вместе с ним, решите будущее своих отношений. Но только тогда, когда вы станете равноправными. Когда у него будет свой круг общения, у вас будет свой круг общения. Когда вы сможете с ним разговаривать на равных. И вот тогда, будучи равными, вы сможете определить свое будущее. Потому что сейчас у мужчины нет стимула для того, чтобы что-то для вас делать. У него есть прекрасное оправдание для своей пассивности. И то, что он допускает на ваши переживания, страдания и мучения, К сожалению, ни в коем случае не красит его. И вот нужно сейчас понять причину, которую он это делает. Правда ли он думает, что у него нет выхода. Или это следствие его чувств. Ну ага, когда наступит реальный прецедент. То есть, когда он увидит, что может вас потерять. Необходимость возвращения вас. Родить новые возможности. И вы удивитесь, какие это могут быть возможности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его пожалуйста лучшим. Благодарю.